МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, студенты! Здравствуйте! Сегодня нас ожидает очень интересная программа. Встреча с заместителем председателя Государственного совета Республики Татарстан Риммой Атласовной Ратниковой. Давайте мы ее пригласим на сцену. Добрый день! Наверное, даже доброе утро еще пока, да? Доброе утро! Ребята, я очень рада, что через 6 лет, ровно через 6 лет, меня снова пригласили к вам выступить, ну, встретиться с вами, поговорить о власти. Я вас поздравляю с началом каникул. Сегодня первый день, а вы опять пришли учиться. Что за дети, я не знаю. Я бы была, если маленькая, я бы лежала, отдыхала где-нибудь дома. Но вы молодцы, вы молодцы, вы хотите все знать, хотите быть образованными ребятами. Конечно, это правильно. Вообще, у меня встреча наша называется «25-летие Конституции Республики Татарстан». Вот она, эта Конституция, она вот так напечатана в таком виде, на двух языках, татарском и русском языке. Это основной документ нашей республики. 25 лет назад, 6 ноября, Верховный Совет тогда назывался, наш парламент назывался, принял этот важный основной закон. А скажите, пожалуйста, в каком году это было? В каком году было? В 92-м. 6 ноября 1992 года. Конституция Республики Татарстан. Тогда наша республика называлась Татарская Советская Социалистическая Республика. Еще существовала большая страна, Советский Союз, СССР называлась. И мы были частью этой страны. А была ли тогда Конституция Российской Федерации? Новая Конституция? Я думаю, нет. А почему ты так думаешь? Ведь наша страна-то большая страна, это Россия. Вы все знаете, что мы живем в России? Ну-ка, еще какие варианты есть? Я считаю, что не было, потому что тогда был еще Советский Союз, а не Россия. А Россия тоже была в составе Советского Союза? В России, конечно, была Конституция, но она была еще прежняя, Советского периода. А кто знает, когда была принята Конституция Российской Федерации? Ну-ка. 12 декабря? 1993 года. Через год была принята Конституция Российской Федерации. Ну вот так, понимаете, так сложилась история наша. Вот вы тогда, конечно, вас еще не было на свете. И мы еще были тогда молодые. Но я вам немножко в двух словах расскажу, что тогда происходило в нашей стране. Проходили митинги очень большие. У нас вот на площади свободы, на самой главной большой красивой площади нашей республики стояли люди. Некоторые требовали суверенитета. Хотим выйти из России даже, некоторые говорили, буйные головы. А некоторые говорили, нет, мы никуда не уйдем. Мы находимся в центре России. Мы вообще здесь должна быть губерния казанская. Никакой республики татарстанской не должно быть. И вот эти противоположные точки зрения надо было примирить. Потому что если бы поссорились у нас два больших народа, русский народ и татарский народ, конечно, нам бы было очень тяжело жить. Такие примеры, к сожалению, в России были. В Чечне вот на фоне таких больших митингов началась даже война. А нам надо было очень важно, вот было сохранить мир и дружбу между народами. И вот была принята декларация. 30 августа 1991 года, декларация Республики Татарстан о государственном суверенитете. Потом прошел референдум в марте 1991 года. И потом вот уже была создана комиссия по разработке Конституции Республики Татарстан. И эта комиссия приступила к работе. Она работала два года, эта комиссия. И приняла 6 ноября 1992 года Конституцию Республики Татарстан. Ребята, ну я еще немножко хочу все-таки отойти от Конституции и хочу спросить. А вот вы знаете, что такое, вот как понимать слово страна и слово государство? В стране государство это главная в стране часть. А вот чем-то они отличаются, вот мы говорим, мы живем в таком-то государстве. Или говорим, мы живем в такой-то стране. Эти слова чем-то отличаются, эти понятия? Государство это страны, ой, государство это города, а страны. Ясно. Так, у нас еще вот есть варианты ответов, пожалуйста. Пожалуйста, вот здесь вот очень активный молодой человек есть. Арсений. Давай-ка. Государство это как бы объединение народов, там где нужно принимать советы и законы. Все страны всегда живут по законам. Так, еще, пожалуйста. Как зовут? Булат. Булат, пожалуйста. Государство это наш Татарстан, а страна это Россия, в которой мы живем. Есть многие другие еще государства. Ясно. И вот еще у нас, пожалуйста, как зовут? Страна это территория, которая имеет границы, а государство это, да, это объединение народов. Ясно. А вот девушка там вот, да. Государство это часть страны, а страна это одно целое. То есть государство это объединение нескольких народов, а в стране народов очень много. Так, и вот. Как зовут? Ладно, сейчас мы окончательно... Ты что? Только ты скажешь, потом я буду уже объяснять, ладно? Государство это часть страны, но в государстве есть свои законы, там, еще конституции и так далее. Ясно. Хорошо, ладно. Достало время, время от вас. Мы все примерно говорили об одном и том же, но давайте мы уточним. Вот мы говорим, мы живем в какой стране? В России мы живем. А у нас есть государство в России? Конечно, есть. И вот когда мы говорим о стране, мы говорим о том, что это общность территории, правильно, тут ребята говорили. Народа, общность. Вот мы все живем, мы россияне, все живем в России. Общность культурных, общегеографических факторов. Вот мы говорим о стране. А когда мы говорим о государстве, то мы говорим о политической системе. Как здесь устроена власть? Какие права есть у людей? Как делится территория? Из чего она состоит? Какие законы действуют на этой территории? Что они провозглашают? Вот это мы говорим о государстве. То есть иногда мы говорим, как будто подразумеваем, что это одно и то же, но на самом деле чуть-чуть разница есть. Хотя, в принципе, мы говорим об определенных границах и государства, и страны, и это совпадает. Ну вот кто-то сказал, что мы живем в стране России, а государство у нас Татарстан. В России, конечно, тоже есть государство, в первую очередь. И у России есть конституция своя, и свой президент, и своя власть. Но Татарстан является частичкой этого большого государства, Российской Федерации. Вот о государстве мы России говорим как о Российской Федерации. Вот здесь мы уже говорим, что это политическое устройство, какое ее уже в самом названии. Это федерация. Это объединение вот таких частей, субъектов Российской Федерации, регионов Российской Федерации. И вот одним из таких субъектов Российской Федерации является Татарстан. Но Татарстан является ли государством, как вы думаете? Вот тут говорили, что является, а на самом деле как? Так, пожалуйста. Не является. Потому что государство – это Российская Федерация. Такое объяснение. Еще какие есть варианты объяснений? Я считаю, что государство – это… А про что вопрос я не прослушал? Татарстан является государством или нет? Потому что некоторые ребята говорили, что это государство. Татарстан не может статистически являться государством. Тогда бы у нас не было бы русского языка федерального. Потому что русский язык – это язык русско-славянского народа, а он находится… А у татарского народа разве нет русского языка? Мы ведь тоже все татары говорим на русском языке. Потому что это наш государственный язык, мы его обязаны знать. Государство – это определенное образование, это политическое образование с границами, имеющее определенный свод законов. Хорошо, давай, пожалуйста. Вот у нас есть еще один вариант. Я думаю, то, что является, ой, не является Татарстан государством. Почему? Потому что государство, думаю, то, что изучает все новое и новое. Я так думаю. А Татарстан разве не изучает все новое и новое? Я считаю, что наш Татарстан – это не государство. Потому что вы уже сказали, что Татарстан – это частичка Российской Федерации. Какой ты внимательный. Молодец. Мир, ты умничка. Можно я, ребята, уже больше не буду задавать вопросы? Вот, Имир, какой молодец, он сказал. А я вам просто прочитаю первую статью нашей Конституции, Республики Татарстан. И она гласит, что Республика Татарстан – демократическое правовое государство. Раз она республика, это уже государство. У нее уже есть свои атрибуты государственности. Объединенная с Российской Федерацией Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан, ну и другими правовыми документами. И вот здесь возникает вопрос, а как же так? Значит, в одном государстве может существовать другое государство? Получается, что так. В Российской Федерации 85 субъектов. Там есть и вот республики, их 22 республики, и они являются государствами в государстве. Есть еще края, области, автономные округа. Есть три города, которые являются субъектами Российской Федерации. То есть города федерального подчинения. Это город Москва, который является столицей Российской Федерации. Город Санкт-Петербург и город Севастополь, недавно к нам присоединившийся в Крыму. Вместе с Крымом. Ребята, скажите, а кто не знал, что Татарстан является государством? Поднимите руки, пожалуйста. Кто не знал, что Татарстан является государством? Ну они хитрят, наверное, они не знали. Ну на самом деле это непростой вопрос. Непростой, чем и вопрос. Потому что и даже взрослые юристы спорят о том, а может ли быть государство в государстве? А в мире, как другие государства устроены? А вообще это правильно, что в одном государстве существует другое государство? А как же тогда быть с законами? А если большое государство примет один закон, а внутри него другое государство, ну как, допустим, республика Татарстан, примет какой-то совсем другой, противоположного смысла закон? Как же тогда нам существовать дальше? Вот я хочу вам, ребята, сказать. Это даже уж не вопрос, это риторический вопрос, на который я сама и буду отвечать. Потому что на самом деле в мире существует, есть такая практика, когда части одного большого государства объявляют себя государствами. Например, в Германии. Там 16 земель Германии, да, вот как у нас, допустим, Татарстан, Якутия, Башкортостан, Удмуртия. Это вот части нашего государства. А в Германии 16 земель, и три из них провозгласили себя свободными государствами. Это Тюрингия, Бавария и Саксония. Вот они говорят, мы свободные государства, у нас свое законодательство. Но в большом государстве, конечно, должны быть одинаковые законы. Мы говорим, чтобы это было единое правовое поле. И никакие законы внутри государства самого, законы тех республик, которые входят в состав Российской Федерации, не должны противоречить тем главным законам, которые есть у нас в России. И Конституции Российской Федерации, наша Конституция, должна соответствовать. И законы, которые принимаем мы, депутаты Государственного Совета, безусловно, они должны соответствовать законам Российской Федерации. Иначе большую страну удержать невозможно, она просто-напросто развалится. Мы это все понимаем и очень ценим, и хотим жить в едином государстве, потому что только так мы будем сильными. Так, ребят, вот теперь, значит, вот говорим, лекция-то у меня как называется, тайны власти нашей республики. Должны ли быть вообще какие-то тайны власти? И да, и нет. Кто-то говорит да, а кто-то говорит нет. 50 на 50. А почему ты так считаешь? Потому что некоторые тайны и бывают про нефть, про газ, про уголь. Про газ, про уголь, тайны какие-то должны быть, да. Так, хорошо, хорошо. А кто является у нас самым главным в государстве? Кто? А кто такой Мениханов? А? Он президент республики Татарстан. А в Российской Федерации вы же знаете, кто самый главный? Мутин Владимир Владимирович, он президент Российской Федерации. А вот я вам сейчас прочитаю статью 3 из нашей конституции республики Татарстан. А здесь сказано, что главным в республике, ну и в Российской Федерации тоже является народ. Вот здесь как написано. Носителем суверенитета и единственным источником власти в республике является ее многонациональный народ. А как это понимать? И кто такой народ-то у нас? Кто это народ? Вот вы народ? Вы народ, но вы только еще несовершеннолетний народ пока. Вот что такое источник власти? Давайте подумаем об этом. Источник власти. То есть только народ может дать власть. Мне кажется, что источник власти, но... Источник власти. Источник. Вот что такое источник? То есть, значит... Ну, это когда... Кто может дать власть? Власть. Ну-ка, ну-ка, догадался? Да. Дайте ему, ага. Источник это... Ну, где чистая вода истекает. Да, правильно. Это синоним этого слова. Вот оттуда, от народа власть идет. А как народ передает власть? Как? Каким образом? Через... 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 Через референдум? Да. Ну, молодец, здорово. Но еще какие есть пути? Как можно власть... Как можно... Президент у нас откуда берется в стране, в республике? Люди избирают президента. Правильно. Они... Только они могут повлиять на... Выбор. Да, на выбор народа. Молодец. Молодчина ты, молодчина. Поэтому они являются источником власти. Люди, народ является источником власти. А как это происходит? Как они могут это сделать, люди? Они идут куда? Когда хотят? На выборы они идут. Вперед. Вперед на выборы идут. И выбирают. И президента там выбирают. И говорят. Сначала какой-то кандидат приходит к людям и говорит. Я хочу быть президентом. Я буду для вас делать вот то-то, то-то, то-то. Вот такая моя предвыборная программа. Другой приходит человек и говорит. Я тоже хочу быть президентом. У меня вот другая программа. А люди потом сравнивают, что там им обещают. И тот, кто более справедливые дает обещания, более выполнимые, того они выбирают. Давайте мы еще... Я еще чуть-чуть только расскажу про Конституцию. А потом мы все-таки уже перейдем к вопросам. Я знаю, что вы мне хотите какие-то вопросы задать, что-то узнать. Вот я хочу сказать. Значит, вот мы только еще... Третью статью. А всего статей 126 в этой Конституции. И каждая из них очень интересная. И очень-очень такие вот основы закладывает. Значит, дальше Конституция. Я просто перечислю, ребята. Она говорит о том, как устроена власть. Вот как президент избирается? Кто может быть президентом? Знает кто-нибудь, кто может быть президентом? Какие у нас требования к президентам? Президенту... Кто может? Губернатор не может. Ну, может, если будет выбираться. Но на самом деле президентом может быть... Президентом могут быть... Хорошая мысль. Только Путин может говорить. Только образованные люди. Безусловно, это так. Так, правильно. Ещё кто может быть президентом? Те, кто выполняют свои обещания. Молодец, ты умничка какой. Так, ещё кто может быть президентом? Здравствуйте, я Альмиев Карим. Мне кажется, ответственный, умный, образованный. Отлично, правильно. Потому что другого президента... Президентом может быть тот человек, который даёт обещания, которые возможны. Да, который ответственно даёт обещания. Только то обещает, что можно исполнить. Так. Те, кто может помочь народу в чём-то. Безусловно. А скажите, пожалуйста, а вот среди вас может быть президент сегодня? Мы можем... Из вас можем президента выбрать? И прям страны можем президента из вас выбрать? Я могу быть президентом. А я думаю, что нет. Я могу быть президентом. В будущем, конечно, вы можете стать президентами. Но для этого... Вот дайте я вам одну статью прочитаю. Президентом Республики Татарстан может быть избран гражданин в Республике Татарстан не моложе. Думаете, скольки лет? 30 лет. Потому что надо немножко опыта набраться. Конечно, можно бы университет закончил и сразу в президента податься. Но ведь надо понимать, как жизнь устроена. И надо опыт иметь. И ещё лидерские качества, наверное, иметь надо, да? Правда, ребята? Президентом могут стать не только те, кто могут следить. Они могут ещё стать за то, что они помогают людям, за то, что они следят за страной. То, что они не всегда... Как только избирают человека президентом, у него сразу много-много обязанностей появляется. Президентом может стать любой, который скажет народу, что он налоги сократит. Хорошо, это интересная мысль. А жить потом как будем? А ведь налоги – это что такое? Налоги – это бюджет страны, бюджет республики. Вот кто-нибудь пообещает так, да? Скажет, не буду никаких налогов собирать, не платите налоги. Выберут такого президента, а на следующий день страна покатится вниз, потому что в бюджете не будет денег. Налоги ведь для чего собирают? Не для того, чтобы людей обобрать, а для того, чтобы собрать бюджет страны и республики, а потом дать вам на образование, вам на защиту вашего здоровья, на спортивные какие-то мероприятия, на защиту тем... На еду вы сами должны будете заработать. Вот на еду человек сам должен заработать, и на одежду сам должен заработать. А вот бесплатное у нас образование и здравоохранение, и социальная защита – вот на это из бюджета республики, из бюджета страны деньги идут. На пенсию люди тоже сами отчисляют, вот они работают, и они получают баллы. С их зарплаты отчисляются деньги и на пенсию. Но правда у нас сегодня... А президент должен быть? Сейчас, секундочку, я скажу, потом ты, ладно? Но в стране сложилась такая ситуация, у нас сейчас повышается продолжительность жизни, и старшего поколения людей становится все больше и больше. И вот тех денег, которые отчислили люди, им не хватает на пенсию. Поэтому государство, конечно же, из бюджета добавляет деньги, чтобы старшему поколению обеспечить пенсии. А это правда то, что президент должен быть справедливый, охранять всех, ну, так скажем, защищать? А как ты думаешь, разве нам нужен несправедливый президент? Конечно, президент должен быть справедливым. Он должен быть гарантом Конституции, вот самое главное. Вот то, что ты говоришь. Если бы не был президент ответственным и образованным, тогда бы сейчас... Страна куда бы покатилась? Страна была везде... Сейчас бы домов не было, этого не было. Сейчас бы не было никакого разговора. Вот, мы этого не можем допустить. Поэтому... А вот выборы президента Российской Федерации, ребята, будут в марте. Мы предполагаем, что они будут в марте следующего года, 18-го года. И там, конечно, будут свои кандидаты, и мы будем выбирать страна, взрослое население будет выбирать своего президента. И, конечно, мы хотим, чтобы это был очень образованный человек. Человек, который заботится о своей стране, патриот своей страны, заботится обо всех народах, которые здесь живут. Так. Значит, вот и президент. Следующий у нас есть государственный совет в нашей республике. Это депутаты. Вот я тоже депутат. Мы вот с Анастасией Георгиевной работаем в нашем парламенте, в Государственном совете. Мы принимаем законы республики Татарстан. А потом, а кто исполняет законы? Как вы думаете? Вот мы написали законы, проголосовали, президент подписал и сказал, все, завтра закон вступает в силу. А кто начинает исполнять законы? А? Полиция исполняет законы. А? Ну, она тоже там присматривает, чтобы законы не нарушались. Кто? Министры. Кабинет министров исполняет законы. А раз оно исполняет, он называется исполнительной властью. Вот у нас в республике есть кабинет министров. Он и есть министры. В каждой сфере есть свой министр. Здоровьем занимается? Министр здравоохранения. В школах, над школами кто самый главный министр? Министр образования. А с молодежью и по вопросам спорта кто работает? Министр по делам молодежи и спорта он называется. А кто-нибудь занимается, интересно, тем, как работают промышленные предприятия? Да. Министр промышленности. А денежками кто у нас руководит? Какой министр? Министр финансов. Правильно. Вот так устроена власть. А если кто-то нарушает законы, что с ними происходит? Кто-нибудь сажает в тюрьму, да? Ну могут посадить, если сильно нарушил. А кто это делает? Суд. Суд, правильно. Вот смотрите, что у нас получается. И в Конституции это все прописано в разных разделах. Что? Есть у нас несколько ветвей власти. Президент это как бы высшее должностное лицо. Есть государственный власть, государственный совет, который принимает законы. Это первая ветвь власти, она принимает законы. Вторая ветвь власти исполняет законы. Это кабинет министров. И третья ветвь власти – это судебная власть. Если кто-то нарушает законы, то вот она за этим смотрит. Хорошо. Дальше говорится о правах. В Конституции говорится о правах человека. Какие-нибудь права вы знаете человека? Какие есть у людей права? Ну-ка, право. Ну-ка, Леша, скажи-ка ты. Громко встань, скажи громко. Давай без этого. Права человека. Человек имеет право. Имеет право. На собственную жизнь. Правильно, право на жизнь. На квартиру. На жилье называется еще. На образование. На образование имеет право. Бесплатные медицинские услуги. Какой ты молодец, спасибо тебе. Так, еще какие права есть у человека? Права. На детей есть право, конечно, на семью. Право завести семью и родить детей. Это даже его и право, и обязанность в какой-то степени. Хотя в Конституции так не говорится. Так, еще какие права? Права на вождение. На что? На вождение. На рождение. Он еще не знает, да, в животике у мамы сидит. Но у него есть право родиться и стать гражданином нашей страны. Но если он не вредит другим людям. Права на вождение, то он уже сам получает. Это немножко другие права. Вот вы основные перечислили, ребята, права. Еще есть право на то, чтобы высказывать свое мнение свободное. Чтобы можно было говорить, и никто бы тебя не ругал, и никуда бы тебя не критиковал. Право получать информацию. Вот таких прав очень много. И эти права, которые у нас, вот человека, которые записаны в нашей Конституции, они соотносятся с международными правами человека. Но ведь прав без обязанностей не бывает. А какие-нибудь есть обязанности у людей? Как вы думаете? А, какие обязанности? Я хотела сказать про права человека. Право на личную неприкосновенность. Молодчина. Молодчина. Но мы сейчас уже перешли к обязанностям. Какие обязанности есть у людей? Человек обязан делать то, что он умеет, свои обязанности. Обязан? Конституцию выполнять обязан? Да. Вот человек обязан знать эту Конституцию и исполнять ее. Прав без обязанностей не бывает. Еще какие обязанности есть у людей? Обязанность кормить семью. Это так. Человек обязан защищать свою родину. Вот это очень большая. Это долг вообще человека. Пойти в армию, отслужить в армию, защищать свою страну. Это правильно. Молодцы. Человек обязан платить налоги. Платить налоги обязан. Вот кто-то говорил, что надо освободить людей от налогов, но это невозможно. Обязательно надо платить налоги. Человек обязан охранять природу. Абсолютно правильно. А вот вы, оказывается, знаете очень хорошо нашу Конституцию. Вы молодцы. Я думаю, что человек обязан сохранять памятники культуры и архитектуры. Вы молодцы. Вот мы основные обязанности перечислили уже. Исполнять Конституцию, защищать родину, защищать природу, памятники культуры, платить налоги. Вот это одни из самых главных обязанностей. Ребята, а давайте вы мне будете задавать вопросы. А я предлагаю еще вам вот что. Здесь еще есть государственные символы, описываются в нашей Конституции. Вы знаете, что такое государственные символы? Мне кажется, человек обязан избирать президента, ходить на выборы. Это надо бы записать Конституцию. Но там, к сожалению, этого не записано. И поэтому некоторые люди не ходят на выборы. И это очень плохо. Надо ходить всегда на выборы. Но в Конституции это не записано. Ну, хорошо, что вы так это понимаете. Есть три символа страны. Это гимн, флаг и герб. Да. Есть гимн, флаг и герб у Российской Федерации. Вы знаете гимн Российской Федерации? С каких слов начинается? С Россией! Счинная наша держава! Молодцы. Наверное, уже изучали вы это. Вы молодцы. Молодцы, ребята. А у... Подождите. Стоп, стоп. А у Республики Татарстан есть гимн? Да. А вы знаете его? Нет. Очень плохо. У нас гимн на двух государственных языках. У нас в Конституции записано, что в Татарстане два государственных языка. А вы знаете какие? Русский язык, конечно, потому что это во всей стране. И татарский язык, потому что у нас республика называется Татарстан. Давайте, уже хотят задавать вопросы, ребята. Давайте мы начнем с вопросов. А я знаете, как предлагаю сделать? Вот у нас, когда у депутатов очень много, прежние, в 90-е годы, когда было очень много вопросов, ребята выходили, депутаты выходили и вставали вот здесь в линеечку. То есть, да, в линеечку вставали, и кому подходила очередь, и они задавали вопросы, потому что я боюсь, что будет вопросов много, и нам будет сложно. А продаются такие книжки где-нибудь? Просто мне интересно прочитать. Это очень здорово, что ты заинтересовался. Такие книжки и продаются, но они есть в интернете, в свободном доступе, на сайте Государственного совета. Открой и посмотри с родителями, ладно? Молодчина. Ты мне очень понравился, ты активный товарищ. А президент Татарстан останется или придет губернатор? Какой ты мне каверзный вопрос задаешь. В нашей Конституции написано, что высшим должностным лицом в Республике Татарстан является президент. А мы живем по Конституции. Мы избрали своего президента в 2015 году, и мы избрали не губернатора, мы избрали президента. Поэтому он у нас президент. Я думаю, что он останется так. Так, следующий вопрос. Следующий, пожалуйста. Вот сейчас все об этом говорят. Правда, что в Республике Татарстан хотят отменить татарский язык? Вы слышали? Все слышали, ребята, вопрос, да? Что в Татарстане хотят отменить татарский язык? Сколько людей говорит на татарском? А как можно отменить язык? Язык ведь он от Бога. Вот если я родилась татаркой, мой родной язык татарский, разве его кто-то может отменить? Нет, в школе. В школе? Я думаю, что в школе, вот в нашей Конституции написано два государственных языка у нас. Может быть, объем можно увеличить, но изучать его придется все равно. Я вам, знаете, расскажу. Я вчера была в своем избирательном округе, где вот меня депутатом выбрали, в Удумуртской школе. Ко мне подошли ребята со слезами на глазах и говорят, неужели отменят татарский язык? Мы хотим знать татарский язык. А как же мы будем понимать, о чем татары там между собой разговаривают? Мы же будем не конкурентоспособны, чем ребята в Удумуртской школе, понимаете? Поэтому у нас много проблем с татарским языком, с преподаванием татарского языка. Там и учебники плохие, и методика не очень хорошая. Но все-таки это не повод для того, чтобы отменять татарские языки. То есть вы просто методику улучшите. Я думаю, что улучшится методика. Правильно. Но изучение татарского языка чуть-чуть сократите. Пока таких решений не принято. Вы знаете, мы что хотим с татарским языком? Чтобы ребята научились разговаривать на татарском языке. Понимаете? Вот ребенку три года он умеет разговаривать на татарском языке. Он же не проходил 10 лет в школе, не учился 11 лет. Вот нужно придумать такую методику, чтобы быстро научить разговаривать детей. Чтобы они понимали друг друга. Меньше грамматики, больше игр. Да. И коммуникации. Вот общение. Коммуникации на языке. Можно два вопроса? Да, конечно. Первый. Вы принесли конституцию РТ. Она настоящая? Или копия? Она самая настоящая конституция Республики Татарстан. Но если вы говорите о том, что когда президент вступает в должность, он кладет правую руку на конституцию и говорит, я клянусь служить своему народу, то это, конечно, не та конституция. Это вот одна из многих, которые напечатали. Спасибо. Следующий вопрос. По одному вопросу там большая очередь. Жалко, конечно. Но у нас просто... Смотрите, что тут творится. Сколько. Вот тема вашего рассказа называется «Тайны власти в Республике Татарстан». А вот почему у власти должны быть какие-нибудь тайны? Разве они не должны быть как бы открыты и делиться с нами этим? Вот ты молодец. Очень хороший вопрос. На самом деле, тайн у государства должно быть как можно меньше. Власть должна быть открытая. Некоторые даже говорят, власть должна быть как прозрачный домик, чтобы каждый мог подойти, постучать, сказать, ну-ка вы там чиновники, что вы там делаете? Расскажите-ка народу о том, что вы там делаете. Власть должна быть понятной. И у нас в стране и в Республике очень много сделано для того, чтобы власть была открытой. Но тем не менее, у власти есть секреты. Они называются государственные тайны. Например, тайны касаются комплекса оборонного, чтобы враги наши не знали. Ну, у нас врагов нет, конечно, но тем не менее, в других странах, чтобы не знали, как мы свою оборону строим. Есть другие государственные секреты. Как устроены наши оборонные предприятия, например, которые производят вооружение. Есть такие вещи. Не обо всем можно рассказывать вслух. Но вопросы, которые касаются большого количества людей, власть должна решать открыто. Следующий вопрос. Спасибо, Паша. Пожалуйста. Ты молодец. Очень хороший вопрос задал. Здравствуйте. Всегда ли депутаты исполняют свои обещания? Всегда ли депутаты исполняют свои обещания? Они максимально должны стараться исполнять свои обещания. Еще депутаты должны быть этически очень приличные, хорошие, порядочные люди. Мы за этим тоже следим. Но в каком случае депутат может, ну, кандидат, который обещал, избравшись депутатом, может не исполнить свое обещание? Если вдруг что-то случилось в стране, чтобы наступил кризис какой-то, денег там не хватает, ну, при каких-то только таких очень жестоких ситуациях. Следующий вопрос. А так вообще должны выполнять. Обязательно. А знаете, почему? Я вам скажу, почему. Потому что в следующий раз он придет на выборы, а ему скажут, а ты нам что обещал в прошлый раз? Ты почему не выполнил? А мы тебя больше не выберем. Вот здесь какой механизм? Говори, пожалуйста, да. И не выполнил. Его больше никто не выберет. Пожалуйста, обращайтесь к Кремле. Пожалуйста. А есть кроме президентов, там министров, руководителей, еще какие-нибудь главные? Еще какие-нибудь главные? Во власти есть, конечно, вот президент, это высшее должностное лицо. Есть депутаты. У нас 100 депутатов в нашей республике. Есть министры. У нас около 20 различных министерств и ведомств. А там внутри работают еще заместители министров, там начальники отделов, там и разного чиновничества, очень-очень много еще там. Ты хочешь, наверное, себе присматриваешь какую-нибудь должность, наверное, да? Давай будем стараться стать президентом сразу. Следующий вопрос, пожалуйста. Кем лучше стать, дипломатом или же президентом? Я думаю, что это каждый человек для себя должен определить сам, кем он хочет стать. А может быть, он хочет стать рабочим на заводе, а может быть, он хочет стать учителем, может быть, кто-то хочет стать актрисой. Но вообще это очень хорошие должности. И дипломат, и президент. Это должности, которые очень близкие друг к другу вообще-то, потому что дипломаты выполняют от имени нашего государства на какой-то территории другой страны представляют наше государство. Но каждый президент-то обязан быть дипломатом? Да, это так. Следующий вопрос. А может быть так, что быть президентом – это опасно? Я думаю, что может быть. Потому что есть же люди, которые не хотят, чтобы наша страна была сильной. Они хотят ослабить Россию. Потому что у России очень много богатств. Кому-то было бы интересно эти богатства. Нефть нашу, золото, бриллианты, которые в нашей стране есть. Все вывезти и оставить Россию бедной. Поэтому они так смотрят. Где бы слабое место найти у нашего президента? Конечно, это опасная работа. Поэтому у него есть охрана. Скажите, а кто лучше справляется со своей должностью? Мужчины политики или женщины? Ух ты! Мужчины или женщины лучше справляются. Вы знаете, я думаю, что мужчины, конечно, они очень сильные. Они лидеры же такие серьезные. Но во власти должны быть и мужчины, и женщины. Потому что женщины – это более мягкие существа. Они более гибкие существа. Там, где мужчины идут на пролом, женщины могут начать уговаривать, найти какой-то компромисс. Вообще, если Бог нас создал мужчинами и женщинами, то и во власти должны быть представлены и женщины, и мужчины. Спасибо за ответ. Молодец. Спасибо тебе. Меня зовут Матина. У меня такой вопрос. Есть Государственный Совет и Государственный Дум. Так в чем отличие? Вот тоже интересный вопрос. Государственный Совет есть и Государственная Дума. Государственная Дума и Совет Федерации, они над всей страной наши депутаты, над всей Россией. Вот 85 субъектов, я говорила, да, регионы входят в страну нашу, в Российскую Федерацию. И они, каждая из них отправляет своих депутатов в Государственную Думу. У нас в Татарстане тоже 15 депутатов мы выбрали. Они представляют нашу республику там. А мы, депутаты, нас выбрали вот на нашей территории. Спасибо. И мы за республику Татарстан. Следующий вопрос. Спасибо. Здравствуйте. Сколько надо денег, чтобы стать президентом? Я не знаю, сколько надо денег. Там в законе вообще написано, сколько денег можно сформировать в фонд кандидата. Но нигде не написано, что надо иметь какие-то... Что надо быть богатым. Что надо быть богатым не написано. Все люди равны при выдвижении. Да, все равны при выдвижении. Каждый может выдвинуться. А там уже, какой ты будешь умный, как ты сможешь подход найти к людям. Здравствуйте. А сколько президент влаживает в Татарстан за год? Что делает? Влаживает. Как это влаживает? Вкладывает. Вкладывает. А, вкладывает. За год. Много ли президент Миниханов за год вкладывает в республику? Мне кажется, вот наш президент, он вообще даже не спит. Вот я смотрю, я иногда смотрю, он сегодня в Америке, завтра он уже в Китае, послезавтра он работает в нашей республике, потом в Москву уехал. Он вкладывает всю свою жизнь. Спасибо. Он всю свою жизнь вкладывает. А по деньгам, конечно. А это, наверное, много. Это, наверное, очень много на самом деле. Здравствуйте. Что бы было, если бы не было и президентов, и депутатов? Такие страны мне неизвестны. Может быть, где-то в Африке есть племена, и то там есть вождь, все равно они кого-то выбирают. Потому что людей надо же организовывать, и надо принимать законы. Для этого нужны депутаты. Вот в демократическом государстве, как я сказала, обязательно должны избираться президент и должна избираться народная власть как депутаты. Так, следующий вопрос. Когда-то было в первобытном обществе. Не было ни президенты, а сейчас-то мы уже в цивилизованном. А сколько президент может лет возглавлять страну? Президент может два раза подряд избираться. Вот два срока подряд. А потом он или должен сделать перерыв, или должны выбрать уже другого человека. Спасибо. Следующий вопрос. И в Татарстане тоже так же. На пять лет выбираем президента, а потом еще раз на пять лет. А вы же сказали, что... Вы говорили, что Конституция Российской Федерации была образована в 93-м году, а Советский Союз расплавлен в 91-м. Как тогда два года государство жило без Конституции? Мы сами удивляемся. Да, сами удивляемся. Но, наверное, существовали те законы, которые от СССР еще остались. Потому что СССР перестал существовать, а Конституция СССР еще существовала. Самое удивительное, что некоторые законы Советского Союза до сих пор действуют, поскольку некоторые из них не отменены. Есть такая правовая система «Консультант Плюс», и взрослые ваши родители знают, что там некоторые законы СССР до сих пор действуют. Вот это удивительное свойство. Но ты прав, там был правовой вакуум. А в правовом вакууме бывают уже всякие странные события. Спасибо. Следующий вопрос. Чем различаются разные должностные лица? Должностные лица отличаются набором своих полномочий. Кто за что отвечает. Министр здравоохранения отвечает за здоровье. Министр образования отвечает за то, чтобы в школах у нас все было хорошо. Спасибо. Следующий вопрос. Кто чем занимается, у того такие полномочия. Здравствуйте. Был такой случай, когда выбрали президента, а потом он переоценил свои возможности, ну как заелся и перестал выполнять свои... Вот в законах нигде не написано, что если, допустим, избрали, ну не очень удачного президента, чтобы его можно было как-то вот так вот быстро сильно отозвать. Вот такого случая я не знаю. Вот сейчас в Америке Трампом все недовольны. Могут ему там объявить вот ум недоверие, но он продолжает пока работать. А у нас, слава богу, хорошие президенты. Спасибо за ответ. Все исполняют как надо. Но тем не менее его выбрало сколько людей в Америке, да? Несмотря на то, что кто-то недоволен. Здравствуйте. А есть кто-нибудь главнее президента? Главнее президента народ, который его выбрал. Он источник власти. Он источник власти. Спасибо. Следующий вопрос. Ну, конечно, у президента очень много власти. Он высшее должностное лицо. Мы своих президентов очень уважаем и подчиняемся тому, что вот как они нами руководят. Нам это нравится. Уважаемые родители, обратите внимание, какие у вас дети. А нам иногда говорят, что вот этих детей не интересует ничего. Ни политика, ни общество, ни власть. А сколько президенту надо знать языков? Российскому президенту нужно знать русский язык. Но вы видите, Владимир Владимирович Путин, когда выступает, когда он приехал в Татарстан, он начал говорить по-татарски. Нам несколько приветственных слов сказал. Когда за универсиаду мы боролись в 2012 году, в 2013 год ее привезли сюда, он на французском там выступал. Когда надо, он говорит по-английски. А на самом деле, Владимир Владимирович Путин у нас прекрасно знает немецкий язык, потому что он в свое время работал в Германии. Чем больше знаешь языков, тем у тебя больше шансов быть образованным человеком и стать президентом. Спасибо. Следующий вопрос. Здравствуйте. А вот вы сказали, что президентом можно стать после 30 лет. А президентом можно стать до скольки лет? Там этого не говорится. Пока человек в своих силах. В здравом уме, в твердой памяти, когда ему доверяет народ, он выдвигается. Потому что, когда Владимиру Владимировичу Путину задали вопрос, а вы будете выбираться, как вы считаете, а как народ скажет, предложит? Но президентов в других странах, очень возрастных, за 80 лет им, но они в добром здравии, такие есть случаи у нас, примерок таких много в мире. Я зовут Зарина, у меня два вопроса. Первый. Через сколько примерно лет будет выбран новый президент Татарстана? Примерно это будет. Если вспомнить, что мы его выбрали в 2015 году, то примерно в 2020 году будем выбирать нового президента. И второй. Не примерно, а совершенно точно, потому что конституция каждые 5 лет. И когда будет новая конституция? Вот наша конституция была принята в 92 году, и в нее 16 раз уже изменения вносились. Наверное, будут какие-то изменения, но мы считаем, что это замечательная конституция, которая помогла нам сохранить мир в республике, которая помогает нашей республике идти вперед, развиваться, и кардинально менять ее сегодня никто не хочет, не собирается. Спасибо. Следующий. Здравствуйте. А вот сколько зарабатывает президент? Я не знаю. Вообще он отчитывается, подает декларацию, сколько он денег заработал за прошлый год. На сайте президента можно увидеть это все. На сайте президента, посмотрите. Я что-то ни разу не заглядывала. Мне даже не было интересно это. Здравствуйте. А почему полицейским нельзя переходить через границу? Нельзя переходить через границу? Да. Просто так самим через границу переходить нельзя, потому что это граница, там другое государство, там действует другой паспорт, там действуют другие законы. И другие граждане там живут. И другие граждане живут. Мы не имеем права... Вот если открыть границу, то мы-то с вами хорошие, порядочные люди. Мы даже если перейдем границу, ничего плохого не сделаем. А вдруг какие-нибудь преступники пойдут переходить границу, и там что-нибудь натворят в чужой стране. Вот поэтому каждая страна охраняет свои границы. Только с разрешения. Мы же в чужой дом входим только с разрешения. Да, правильно. Так и здесь. Вот. Ну, а вообще ведь границы не закрыты. Мы можем в любую страну поехать. Получить визу и поехать в любую страну, которая нам интересна. Спасибо за ответ. Да, пожалуйста. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Это правда, что с 2018 года у нас будет не президент Татарстана, а глава Татарстана? Это пока неизвестно. Мы думаем, что у нас будет президент, потому что так написано в нашей конституции. Спасибо. Следующий вопрос. А правда, что в 1987 году был президент, который прожил 24 часа? Прожил 24 часа? Нет, такого президента не было. А ты как думаешь, почему ты такой вопрос задал? У нас в 90-е годы, в начале 90-х был избран первый президент, первый и последний президент Советского Союза, но он все-таки не 24 часа прожил, он и до сих пор еще жив, хотя уже не является президентом. Это Михаил Сергеевич Горбачев. Следующий. Ну, потом страна распалась, мы об этом говорили сегодня. А вы видели своими глазами какие-нибудь коррупционные скандалы в Госсовете? Своими глазами я не видела, но в газетах читала, такое бывает. Коррупция, к сожалению, она есть, и в России есть, и в Татарстане есть. Есть органы, которые расследуют эти коррупционные скандалы, и эти люди отправляются под суд в конце концов. Спасибо. Следующий. В Татарстане есть партия оппозиции в депутатской Госдуме? У нас Татарстань, вообще у нас в стране многообразие идеологическое. У нас около 70 разных партий в Российской Федерации. 67 партий зарегистрированы в нашей республике. Но в нашем государственном совете представлены только три партии. Это партия Единой России, вот я в этой партии состою. Партия Коммунистическая партия Российской Федерации, КПРФ. У нас есть несколько депутатов. И один депутат есть из ЛДПР, Либеральной Демократической партии. Но они обязательно должны быть оппозиция. Потому что иначе ведущие главной партии может забронзоветь. Чтобы им немножко портить нервы, нужна обязательно оппозиция. Спасибо. Следующий вопрос. А у Казани есть Конституция? У Казани есть Устав. Конституция – это атрибут государства. Спасибо. Следующий вопрос. Сколько у государства может быть Конституция? У меня к вам два вопроса. Первый. Сложно ли было основание Казанского федерального университета? Сложно ли было основать Казанский федеральный университет? Ну, наверное, сложно этот вопрос. Здесь задействовал и президент Республики Татарстан, и Государственный совет. Потому что Казанский федеральный университет – это очень сложное такое образование. И помогали его созданию в республике все. И до сих пор помогают. Второй вопрос. Ходили ли вы на митинги? Ходили ли вы на митинги? Я ходила на митинги и выступала на митингах. И сейчас хожу. И право ходить на митинги и высказывать свою оппозицию записано в нашей Конституции. Мы просто не успели об этом поговорить. Это неотъемлемое право человека высказывать свою оппозицию. Спасибо. Осталось несколько вопросов, империарив делаем. Да. Хорошо, спасибо. А Путин приезжал сюда? Путин сюда приезжал много раз. И я же говорю, он даже на татарском языке разговаривал с нами и приветствовал нас. А это правда, что когда на Кремль напал Иван Грозный и дракон Зеланд защитил казанцев? Это правда то, что... Мы такую лекцию обязательно прочитаем. Это будет отдельная лекция. Молодой человек интересуется, когда Иван Грозный напал на Казань в 1552 году, как это было. Но это очень большой отдельный разговор. Мы повторим. Здравствуйте, Римма Атласовна. Я хотел у вас спросить. Трудно ли быть депутатом, потому что вы принимаете в год очень много законов и как бы у вашей голове прям бардак? Бардак. Бардака никогда не бывает в голове у депутата. Это люди очень ответственные и мыслящие. Но депутатам быть нелегко, потому что ты ответственный перед людьми. Тебя люди выбрали, тебе доверили люди быть своим депутатом. И, конечно, мы продвигаем их интересы. Ирина Атласовна, я хотел у вас кое-что спросить еще. А сколько вы в год принимаете законов? В законах где-то около 200 законов принимается в республике Татарстан. Законов на самом деле очень много принимается. А что будет, если, так скажем, в казну добавить, как у американцев, машинку, чтобы печатало деньги? Сейчас мы принимаем закон о бюджете республики Татарстан. Около 200 миллиардов рублей. 197 миллиардов рублей будет на следующий год в нашем бюджете. Конечно, можно Москву попросить включить станок и напечатать. Жалко, что ли, да, бумажек? Напечатать еще там много-много-много денег, чтобы у людей было много денег. А на самом деле это будет разгоняться инфляция. Спасибо. Следующий вопрос. Это будет очень плохо. Будут повышаться цены. В какой стране нет президента? В разных странах по-разному. В некоторых странах премьер-министры возглавляют, высшим должностным лицом являются. В разных странах по-разному. Это тоже отдельная тема. Не везде. Спасибо. Президент — это в демократической стране. Есть короли и королевы. Есть короли и королевы. Есть руководители партий, как в Китае. Здравствуйте. Меня зовут Диана. Вот вы сказали то, что у каждого человека есть свое мнение. Ой, есть право на свое мнение высказывать. Но почему некоторые люди обижаются, когда им это говорят? Наверное, просто надо уметь хорошо и не обижая человека. Очень этически продуманно уметь сказать. Но право высказывать мнение — это же не значит право обидеть человека. Сказать там, например, вот ты там плохой там или я плохая там что-то. Дело не в этом. Дело в том, что вот право на свое мнение — это право высказывать свое мнение об устройстве государства и о том, как работает власть. Вот это о чем. Они правы обижать друг друга плохими словами. Спасибо. Следующий вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Вероника. Я хочу спросить, сложна ли работа президента? Это очень сложная работа. Я, правда, не была президентом, но я думаю, что наш президент... Вот я вижу, как он работает, он ночами не спит. Он день и ночь работает. Спасибо. Следующий. Очень сложная работа. Мы завершаем вопросы. А кто был до Мениханова? Президентом. Первым президентом республики Татарстан был Ментимир Шарипович Шаймиев. Это очень мудрый человек. В этом году первый президент Татарстана был награжден... Вот его Путин наградил. Спасибо большое. Звездой, героя. Спасибо. Мы гордимся, что наш первый президент — герой России. Здравствуйте. Я хочу спросить про образование. Почему бюджетных мест в университетах становится все меньше? Ну, это не совсем так. В Казанском университете бюджетных мест не уменьшилось. Они есть, но желающих поступить очень много, особенно в Казанский федеральный университет. Но чтобы попасть на это бюджетное место, нужно очень хорошо учиться. Уважаемые дети и родители, позвольте мне от вашего имени поблагодарить Римму Атласовну за колоссальный марафон, который она провела в этом зале. Ребята, спасибо вам большое. Мне с вами очень понравилось. Вы действительно умнички большие. Я вам желаю хорошо отдохнуть на каникулах, набраться сил и прийти 7 ноября в школу уже с новыми силами. За пятерками. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!